Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Евросоюз обнародовал во вторник список лиц, в отношении которых Брюссель вводит новые санкции за их роль в украинском кризисе. В опубликованном списке начальник Генштаба вооруженных сил Герасимов, руководитель ГРУ Сергун, зампред правительства Козак, вице-спикер Швецова, всего 15 человек. В заявлении, которое совпало с объявлением о санкциях, Кэтрин Эштон подчеркнула, что она встревожена ухудшением ситуации на востоке Украины. О дополнительных санкциях против России объявили также власти Японии и Соединенных Штатов Америки. О введении новых санкций мы сегодня поговорим с нашими гостями, политологом Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы, Российской академии Новок. Добрый вечер, Владислав Борисович. Добрый вечер. И у нас на прямой связи со студией будет руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Владимир Сокрин и брюссельский журналист Виктор Анучко. Давайте дадим ему слово. Добрый вечер, Виктор. Как воспринял ли в Евросоюзе последние новости из Украины и введение санкций против неугодных российских функционеров? Вам слово. Ну, о том, как воспринимается здесь последнее обострение событий, известно из многочисленных заявлений, в том числе из заявления главы европейской дипломатии Кэтри Нэшна, которую вы только что процитировали. Известны все тезисы, выдвигаемые Европейским Союзом, включая подозрения в присутствии российских специальных сил и в искусственном разжигании Москвой кризиса на Украине. Что касается санкций, опубликованных сегодня в официальном журнале Европейского Союза, к ним уже были готовы, шли утечки из различных источников европейских. Было известно, что это будет 15 человек, чиновников и силовиков, а также представителей сил, которых иногда здесь в учреждениях ЕС называют повстанцами. И новой сенсации сегодня здесь в Брюсселе не стало. Другое дело, что она отразила определенную осторожность Европейского Союза, потому что все, наверное, заметили, санкции Соединенных Штатов и санкции Европейского Союза значительно отличаются, потому что финансово-экономический кризис отнюдь не позади, безработица в Европе рекордная. И здесь из интервью в интервью, из заявления в заявление руководителей европейских стран, представителей крупного бизнеса, переходит выражение «не прострелить себе ногу», то есть не устроить самострел в результате применения более жестких уже торгово-экономических санкций. И поэтому идет очень осторожная игра, и когда журналисты на брифингах представителей на Европейской комиссии задают вопросы о том, как, каким порядком и когда могут быть введены экономические санкции в отношении России, еще ни разу они внятного ответа не получили. Спасибо, тогда вопрос Владислава Белова. Как по-вашему, вот эти персональные санкции, можно ли считать прелюдией к широкомасштабным экономическим? Да, разумеется, можно считать прелюдией к масштабным экономическим, но мне представляется, что США пытается не потерять темп. Именно в той ситуации, когда вроде бы обсуждаются Женевские договоренности, как и почему они не выполняются всеми заинтересованными сторонами, когда вроде бы Россия готова идти на диалог, вводятся очередные санкции, где Россию косвенно обвиняют в захвате представителей военной миссии БСЕ, где Россию косвенно делают виноватой в том, что захватили трех офицеров в соответствующей службе Украины. И мне вот не совсем понятно, почему именно в этот момент усиливается давление. Могу только сделать вывод, что, наверное, это попытка последовательно оказания давлению на Россию под девизом, в том, что Россия не должна расслабляться, б, не должны расслабляться европейцы и идти в фарватере американской политики. Если оценивать сами санкции, я согласен с большинством экспертов, это, конечно же, весьма мягко. Это такие точные уколы, на мой взгляд, направленные на повышение уровня раздражения второго ближайшего круга вокруг российского президента. Такой американский расчет на то, что есть вежливые люди, а есть раздраженные люди. И что раздражение этого окружения волей-неволей заставит российского президента к определенным шагам. И я улыбнулся, когда прочитал мнение американцев, которое стоит в том, что именно благодаря санкциям, введенным накануне министра обороны или верховный главнокомандующий России Владимир Путин, приняли решение об отводе войск от границы. И вот это очень опасно, когда делаются неправильные выводы, когда логика становится со знаком минус, а не со знаком плюс. И, по всей видимости, коль скоро американцы уверены, что они достигли определенного результата, определенного успеха, это может их подвигнуть к дальнейшим шагам. И в любом случае, может быть, об этом еще поговорим, если будет сделан переход к другому уровню санкций, то американцы будут играть не на своем поле, а на поле своих партнеров, на поле европейцев. Вопрос Владимиру Согрину, руководитель Центра Североамериканских исследований Института всеобщей истории. Владимир Викторович, как Вы считаете, чьи санкции более эффективны, европейские или американские? Ну, я считаю, что ни те санкции, ни другие неэффективны, но эффект вообще всех этих вещей многосторонний. И самое главное, что он совершил, он не решает проблемы. Дело в том, что вот я наблюдаю, уже длительное время ведутся дискуссии по этому вопросу. Украинская проблема не решается. А что вот конкретно в России происходит? Вы знаете, вот все эти санкции, они используются очень, ну, с пропагандистской точки зрения умело. С моей точки зрения, все это выглядит, конечно, кондово, но в конкретной российской ситуации все это ведет к росту, ну, таких патриотических, а не квазипатриотических настроений. Вот разжигаются в народе антиамериканские чувства, рейтинг Путина, правительства растет, неприязнь к Украине возрастает. Вот такая пропасть между украинцами и русскими создается и углубляется. В общем, с моей точки зрения, такие морально-нравственные последствия резко отрицательные. И для решения конкретного украинской проблемы я никакого эффекта совершенно от этих санкций не вижу. Ну, кроме того, вы знаете, все-таки среди русского населения, российского населения, достаточно широко распространено мнение, что Америка не имеет морального права выступать в роли такого мирового судьи. Потому что все очень хорошо помнят, и в российской ментальности есть информация о том, что Америка проводила несанкционированную агрессию в Ираке, Югославию, несправедливо бомбила. А тут вдруг она судит Россию, хочет, чтобы Россия вела себя в качестве послушного клиента. Ну, кроме того, в отношении Украины, вы знаете, все, в общем, прекрасно осознают, что Украина использует Америку как вот такую империю по приглашению. Это выражение известного норвежского специалиста Лундестада. Но на Украине-то ситуация очень непростая. Действительно, значительная часть Украины – это русские. И им, вот русским, под руководством нынешней власти, которая в основном-то представляет западные регионы, им будет очень некомфортно, хоть в Европе, хоть на Марсе, понимаете? А на проблему русского населения, вот Соединенные Штаты Америки, Евросоюз совершенно закрывают глаза. Она реально существует. Ну, другой оскорб тоже очень важный. Вот смотрите, как себя ведет Америка. Она использует санкции против России по каким-то косвенным доказательствам. А никаких же прямых-то свидетельств того, что русские какие-то специалисты, разведчики, грушники, участвуют в украинских событиях, они не приводятся. Ну и кроме того, еще очень важный такой аспект. Вот Соединенные Штаты Америки берут под свою опеку нынешнего украинского власти. А смотрите, они хоть конкретно дали им какой-то миллион на предотвращение банкротства экономического. Совершенно нет. То есть позиция Соединенных Штатов Америки в очень многих отношениях выглядит уязвимой и дает основание русской власти для последовательного разжигания антиамериканизма. К Америке никаких симпатий сегодня в России нет. Вот невозможно, вы знаете, я как специалист по Соединенным Штатам Америки занимаюсь объективную позицию, но проводить объективную позицию в отношении США сегодня в России очень трудно. Так что, на мой взгляд, эти санкции никакого результата не дают. Они совершенно бесплодны для России, для Украины, для Америки, для Евросоюза. Нужно последовательно США и России в режиме действовать переговорного процесса. Ну, действительно, вот сегодня я услышал сообщение, что Шойгу переговорил с министром обороны США и какой-то конкретный результат. Значит, переговоры-то возможны. Вот нужно каждый день вести эти переговоры и каждый день чего-то достигать. А санкции, ну, вредный у них эффект. Спасибо. Политолог Мария Липман считает, ответственность за санкции против России должна быть коллективной. Администрация Соединенных Штатов все-таки не хочет действовать отдельно от Европейского Союза. И хотя в этот раз санкции объявлялись отдельно, сначала Соединенные Штаты объявили свои, потом Европейский Союз объявил свои, они частично пересекаются. Но, тем не менее, действовать совсем в одиночку Соединенные Штаты не хотят. А хотят, чтобы это было коллективное решение вместе с Европейским Союзом, ну и коллективная ответственность тогда, конечно. Европейский Союз, как уже много раз говорилось, в гораздо меньшей степени решительно настроен по поводу санкций, потому что экономические отношения с Европой гораздо с ней, гораздо больше тех сил в странах Европы, особенно в некоторых из них, которые заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, а не в том, чтобы объявлять против России санкции и тем самым нести потери. Потому что если отношения интенсивные, то страдает и та страна, которая налагает санкции, страдает ее бизнес, страдают какие-то группы интересов этих стран. На этом определяется то, что настроения в соответствующих странах не такие, как в Соединенных Штатах, и есть довольно мощные лоббистские силы, которые противодействуют на сегодня введению санкций. Но это силы, связанные с бизнесом, я полагаю, главным образом, а также политические силы. Скажем, в Германии, как в общем самой мощной стране Евросоюза, уже видно, что и население настроено совсем не так однозначно, и нельзя сказать даже, что подавляющее большинство немцев поддерживает на сегодняшней санкции против России. Было там письмо каких-то представителей немецкой интеллигенции, скажем, 200 подписей. Это, наверное, не очень мощная лоббистская сила, но, тем не менее, в Америке же такого письма не было. Давайте, Виктор Анночко, дадим слово. Как по-вашему, ощущается ли нежелание Европы окончательно рвать экономические связи с Россией? Вам слово, Виктор. Да, разумеется, ощущается. Ясно, что Евросоюз не может не следовать согласованному решению стран Большой Семерки, и своим собственным заявлением, в частности, постановлению Европейского Совета, саммита и Евросоюза, относительно санкций. Но, тем не менее, при каждой просьбе прокомментировать, как согласуются американские и европейские санкции, в тём их различия, представители Еврокомиссии здесь, в Брюсселе, торопятся сказать, что санкции Евросоюза и санкции Соединённых Штатов согласованы, но они не являются одинаковыми, потому что у них разная юридическая основа и так далее. И, по сути, Евросоюз принимает свои собственные санкции. Дело в том, что на носу у нас европейские выборы, которые завершатся 25 мая, и избиратели придут голосовать отнюдь не только за одни европейские ценности, но и также за свой счёт в банке. И поэтому резкое нарушение, какие-то неаккуратные движения в экономической области, которые могут нарушить ещё большее, едва-едва сохраняемое равновесие, они не пойдут на пользу тем политическим силам, которые сейчас себя активно продают во время избирательной кампании в Европейский парламент. И здесь идёт, при том, что идёт невиданное раньше такой оголтелой пропагандистской войны взаимных таких обвинений и нападений не было, по-моему, даже во время войны в Сербии, войны НАТО в Сербии, тем не менее сказать, что ощущается какой-то такой решительный экономический, торгово-экономический наезд на Россию нельзя. И я думаю, что возможно и вполне вероятно, что экономические санкции Европейского Союза будут введены, но ясно также и то, что Евросоюз будет стремиться найти решение, не прибегая к этим мерам. Поэтому думаю, что не случайно в списках санкционных пока только чиновники и силовики. Спасибо. Вопрос Владислава Белова. Как по-вашему, каково отношение германского общества вообще к этой проблеме? И вот то, что Мария привела в коллективное письмо интеллигенции, это отражает настроение гражданского общества Германии? Да, немецкое общество расколото, можно приблизительно сказать, пополам. Одна часть находится под жестким влиянием той стереотипной картины, которая нарисована средствами массовой информации. Такая вот жесткая, нелицеприятная картина имперского мышления российского президента, который уже несколько лет, оказывается, заранее все это готовил и проводит политику сбора российских земель. Аншлоус, аннекси, вот такие вот вещи звучат. А с другой стороны, есть, наверное, часть общества, воспитанная Гегелем, Кантом, которая способна критически мыслить или, по крайней мере, осмысливать события, отнюдь не пропутинские или просийские настроенные, которые задают неудобные вопросы, которые смотрят на геополитическую ситуацию на Украине и вокруг Украины, в том числе через срез проблем Европейского Союза. Таких проблем достаточно много, как в самом Евросоюзе, так и на уровне отдельных государств. И рассматривают украинский кризис с точки зрения того, что ожидает Европу в будущем и к чему Европа пришла с этой точки зрения. И поэтому интересно видеть все большее количество статей и немецких экспертов, и журналистов, которые не соглашаются с таким стереотипным в рамках холодной войны подхода и мышлением, и пытаются все-таки критически посмотреть на эту ситуацию, не всегда занимая пророссийскую позицию. И в этом, наверное, плюс и моя надежда, что не бизнес немецкий, у которого есть свои интересы, и по некоторым оценкам 300 тысяч рабочих мест обеспечены заказами по поставкам машин и оборудования услуг в Россию, а именно немецкое общество способно, будучи электоральным потенциалом, электоральным полем, все-таки оказать воздействие на своих депутатов, через депутатов на правительство, через правительство на главу правительства, и, соответственно, возможно, на определенные постепенные изменения позиции Германию в более конструктивное русло, в более конструктивное начало. Но такие осторожные оценки, я согласен со всеми своими, сегодня они не оппоненты, они участники нашей дискуссии, с тем, что пока Германия и основные члены Евросоюза все-таки придерживаются трансатлантического вектора отношения к России, который в первую очередь определяется в США, и разница в фамилиях и именах ничего не означает с точки зрения содержания этих санкций. Санкции согласованы, я думаю, что во время визита в США Ангела Меркель будет проговаривать с Обамой очередные шаги. И, конечно, хотелось бы выразить осторожную надежду, что Меркель постарается донести до Обамы, ну, скажем так, неразумность этих санкций и необходимость перехода не к следующему уровню давления на Россию, а, в общем-то, коллеги замечали использование конструктива в диалоге, хотя зачастую американцы слышать своих российских коллег не хотят, но, может быть, европейских все-таки могут услышать. Осторожная надежда, но не знаю, что из этого получится. Слабость санкций связана с антиамериканскими настроениями в Европе, уверена Мария Липман. Очень важно то, что в Европе довольно сильны, опять-таки, в разных странах в разной степени, но сильны антиамериканские настроения. И это тоже воздействует на те страны, на их правительство, которые в условиях демократии против своего общества не идут. На этом пытаются даже играть и российские власти. И Путин в своем недавнем выступлении в прямой линии говорил о том, что европейцы, мол, там шепотом разговаривают, потому что американцы их подслушивают. Картина, которую он пытался нарисовать, она понятна, да, что действует по указке американцев, их боятся. Сегодня то же самое, более-менее, прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел российского, который сказал, что это употребило такое слово «стыдно», что должно быть стыдно европейцам действовать вот так вот, присать под американскую дудку и быть под каблуком у американцев. Ну, до какой-то степени это соответствует действительности, действительно роль Соединенных Штатов, скажем, европейской безопасности в расходах на оборону, на НАТО, главным образом, она несопоставима с ролью самих европейских стран. И это определяет зависимость. Мы это наблюдали неоднократно, да, когда там Соединенные Штаты считали, что необходимо военное вмешательство в разных частях света, то они получали там эту самую коалицию согласных или коалицию желающих добровольцев, которые к ним присоединились в Европе. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8800, ровно 200, ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем дополнительные санкции против России. Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода». Ну, помню, что вместе с нашими гостями обсуждаем дополнительные санкции против России. Вопрос Владимиру Согрину. Но как, по-вашему, по каким отраслям российской экономики способны, прежде всего, ударить санкции, которые ввел президент Обама? Вам слово, Владимир Викторович. Пока что, честно говоря, это, насколько я предполагаю, это следующий тур санкций, которые нанесут удар по военным областям российской экономики. Вы знаете, сейчас вот опять эти санкции, я вижу реакцию простых людей, слушателей российских. Вот в отношении этих карт, виза и мастер-карт, там объявили, что, значит, на них распространяется блокировка за рубежом, россияне не будут ими пользоваться. Ну, вот эта вот конкретная санкция, мне совершенно непонятно, зачем она введена и проведена. Она, значит, бьет по этим простым россиянам, которые выезжают за рубеж. Так это подогревается опять этот антиамериканизм. Очень неумная, я считаю, санкция. А что касается вот санкций, о которых вы говорите, то, насколько я вот слежу за ними, так, то пока что это вроде бы еще впереди. Но я надеюсь, что этого не наступит. Вы знаете, ведь у России и США очень много конкретных общих дел, которые Обама пытался успешно решать в рамках концепции мультипартнерства. Это две великие ядерные державы, которые заинтересованы в нераспространении ядерного оружия. Они достигли хорошей договоренности в этих вопросах и в отношении Ирана, и в отношении Северной Кореи, и там у них по Афганистану. Понимаете, сейчас получается, что вроде бы все это отодвинуто назад, уже это позабыто, вроде бы этих проблем нет. И вот сосредоточено на украинской проблеме, которая будет очень много лет решаться. Очень много лет. Это затяжная проблема. И сейчас на нее вот все силы пускать и Россию вот санкциям подвергать, на мой взгляд, это в высшей степени неразумно. В высшей степени неразумно. Давайте Виктору Анночку дадим слово. Как, по-вашему, способны ли эти санкции подтолкнуть Кремль к переговорам? Вам слово, Виктор. Ну, я не думаю, что даже довольно значительные санкции в области той же энергетики, которая кормит страну, могут значительно повлиять на российскую позицию. Сомневаюсь в этом. Но я надеюсь на другое. Здесь был приведен замечательный пример о том, как попытались понять друг друга два министра обороны Соединенных Штатов и России. Я приведу из другой сферы пример. Вчера и сегодня член Европейской комиссии, отвечающей за энергетику, Гюнтер Эйтингер, вел телефонные переговоры с министрами энергетики России и Украины. И они договорились, в принципе, о проведении встречи в Варшаве по очень скандальному, сложному вопросу газоснабжения Украины. Еще недавно этот вопрос звучал на уровне взаимных почти трамвайных обвинений. А теперь вдруг перешли к нормальному, слава богу, надеюсь, разговору, который, может быть, приведет к результату. И в Еврокомиссии сразу обратили на этот факт внимание и назвали эту договоренность конструктивным шагом. Поэтому я думаю, что все-таки Европа, привязанная к нашему энергетическому стабжению и рынку к значительному, на какие-то очень масштабные шаги все равно не пойдет. И более того, я все же верю в разум и в дравый смысл. Наверное, у этого кризиса есть политическое и дипломатическое решение, хотя, читая Женевскую декларацию, понимая, что там все прописано настолько невнятно и не обязывающе, что этот процесс еще нам предстоит наблюдать какое-то время. — Да, вот вопрос Владислава Белова. Как по-вашему, Женевские договоренности, они перечеркнуты уже очередной порцией санкций? — Как бы получается, Россию принуждают к выполнению Женевских договоренностей. Именно Россию обвиняют в том, что она не предпринимает соответствующих шагов для того, чтобы добиться, в кавычках, разрядки напряженности на юго-востоке Украины. Нет, мы придерживаемся этих договоренностей, и это один из шансов для России, чтобы перевести вот эту политику санкций в плоскость переговоров уважаемые партнеры по договоренностям. А где ваши шаги, что вы предпринимаете, немножко вызывают удивление, что санкции предпринимаются против той страны, которая вроде готова пойти навстречу этим договоренностям. Не совсем понятно, чего добиваются США и Евросоюз. Чтобы Россия добилась разоружения повстанцев? Хорошо, Россия это сделает. Что последует за этим? Что будет с правым сектором? Что будет с дальнейшими шагами? Как бы, по всей видимости, должна быть Женева-2, и чем быстрее, тем лучше. При этом мы все были удивлены тем, что договоренности были достиганы, пусть в размытой форме и невнятные. Но сейчас, мне кажется, шаг должен был быть сделан не в сторону давления на Россию через санкции, мне кажется, что в этом, если хотите, идиотизм ситуации, а в том, чтобы уточнить, каким образом и что можно сделать на юго-востоке Украины с одной стороны. И, соответственно, по тем параметрам, которые раздражают и Россию, и его восток в Киеве в отношении разоружения правого сектора и, соответственно, обозначившихся положительных шагов носителей решений в Киеве с точки зрения проведения общенационального референдума и обсуждения тех изменений в Конституции, которые будут регулировать отношения между центром и регионами, уже появилась, а мы это обсуждали с вами и раньше, возможность построения украинского государства по модели ФРГ, специально избегая слова федеративной, но, тем не менее, где прописаны многие взаимоотношения между субъектами государства на уровне земель. Поэтому, еще раз скажу, что, наверное, хотелось бы от американских руководителей и от европейских руководителей осмысления этой ситуации, что санкции не есть возможность принуждения России к выполнению женевских договоренностей, и, соответственно, посыл бы от России был в том, чтобы коллеги со своей стороны поняли ответственность за эти договоренности. Только вместе может быть обсуждена ситуация, которую я называю патовой, и, соответственно, каким образом вывести эту шахматную игру из патовой ситуации в продолжение игры. Мы имеем те санкции, которые на сегодняшний день объявлены, которые вызвали действительно разочарование в части американского истеблишмента, безусловно, потому что речь шла до этого о более глубоких, широких секторальных санкциях, которые бы непосредственно затрагивали сферы российской экономики. Наверное, были бы действительно более разрушительными или больше ущерб России. То, что сделано сейчас, направленное против конкретных лиц, направленное против конкретных компаний, это несколько более серьезно, чем то, что было до сих пор, особенно в том, что касается компаний. Потому что, когда компания оказывается под американскими санкциями, и особенно это важно именно в отношении Соединенных Штатов, дело в том, что американская финансовая система имеет колоссальный контроль, возможность, речи контроля над мировыми финансами. И, собственно, если какая-то иностранная компания работает с некой российской, российская оказывается под санкциями, в уязвимом положении оказывается и та иностранная, которая с ней сотрудничает. Любые переводы платежей, транзакции оказываются в некоторой такой рискованной зоне, и это побуждает, возможно, какие-то иностранные компании пересмотреть свои отношения с российскими партнерами. Может быть, как-то проявлять осторожность, не слишком рисковать, держаться подальше. Это ведет к некоторому такому курсу на изоляцию. Я не могу сказать, что прямо изоляции России нет, конечно. Но вот такая тенденция к изоляции, она, безусловно, существует. Вопрос Владимиру Согрину. Как, по-вашему, удастся ли западному сообществу добиться изоляции России на таком международном театре дипломатических действий? Вам слово, Владимир Викторович. Вы знаете, конечно, определенная изоляция, видимо, возможна. Но дело в том, что, вы знаете, Россия такое впечатление, что она сама идет добровольно в эту изоляцию, чтобы поставить на место, значит, вот Соединенные Штаты Америки, которое, я повторяю, отношение резко отрицательное сегодня, оно усиливается. Вы знаете, вот я даже вам приведу такой пример, что когда Байден приехал в Киев и в украинском приведении, правительство, они думают, что он сам сел на президентское место, я думаю, что они его посадили. Но совершенно вообще с политической точки зрения, с пропагандистской точки зрения, очень вообще проигрышный такой был шаг, потому что сразу россиянам тут же сказали, вот смотрите, Вашингтонский обком управляет Украиной. Вот смотрите, Украину, которая наш братский народ, которая всегда была с Россией, ее превратили в клиента Американской империи. Вот, поэтому, ну, плохая ломать его Соединенные Штаты Америки. Изоляции России, вот я вижу, изоляции Россия не боится. Более того, вот стремление Запада поставить Россию в положение обороняющейся крепости, изолированной страны, оно ведет к тому, что в России резко увеличивается количество ястребов. Эти ястребы, ястребы на всех радиостанциях, понимаете, они вот выступают в роли поджигателей войны. То есть эффект вот этой изоляции, который стремится изолировать Россию в Запад, на мой взгляд, эффект очень-очень плохой для самого Запада, и для России он плохой, понимаете. Поэтому этот курс на изоляцию, он приведет к очень губительным последствиям. Вот Запад думает, что он Россию поставит на место, и она в результате будет страдать, но не учитывает, то ли они не понимают этой ментальности русских, русского народа, кстати, и ментальности в отношении русских и украинцев. И это непонимание ведет к очень, я считаю, ну, неумелой такой дипломатии. Ну, есть же понятие грубая сила и мягкая сила, так? Ну, почему они думают, что в отношении России нужно использовать грубую силу, так, а не мягкую силу? Мягкая сила гораздо лучше работает, и давно уже сами Соединенные Штаты Америки это признали. Я вообще удивляюсь. Обама-то как раз ярый приверженец вот такой мягкой силы. Почему он избрал такой сейчас очень негибкий Буша-младшего, а-ля Буш-младший курс, я совершенно не понимаю. Он отрекся от тех позиций, которые он декларировал, когда пришел к власти. Мягкая сила, на мой взгляд, в 21 веке в отношении с такой державой, как Россия, она более приемлема. Последнее заявление российских официальных лиц также свидетельствует о самоизоляции России, считает Мария Липман. Реакция довольно интересная российских официальных лиц, не президента России, но, скажем, вот, заместителя министра иностранных дел, она такая по тону, я бы сказала, такая обидчивая, такая обиженная. Вот это вот желание так устыдить Европу, сказать, что Запад пытается отгородиться от России железным занавесом, или отгородить Россию железным занавесом, даже со сравнением с 49-м годом. Вот что, мол, и тогда тоже Россию отгораживали, там были запреты, ограничения на экспорт в Россию какого-то там важного оборудования, неважных технологий, но мне представляется, что это не слишком убедительно, поскольку разговор о том, что Россия сама должна защищаться от западного влияния, западных ценностей, западной культуры и западных технологий, если вспомнить, что президент сказал, что даже интернет у нас, это проект ЦРУ, свидетельствует о том, что Россия сама себя отгораживает, но если не железным занавесом, то, во всяком случае, тенденция к самоизоляции тоже есть. Но тут дело даже, мне кажется, не столько в убедительности такого рода высказываний, сколько в изменении тона. И, может быть, это даже и связано с тем, что санкции не кажутся серьезными. Что в первый момент, на первую серию санкций такая была реакция. Нам совершенно не страшны эти санкции, что мы чувствуем абсолютно полную, тотальную уверенность. Можно предположить, что и санкции не очень страшны, и можно уже тонн несколько сбавить. Вопрос Виктору Анучку. Как по-вашему, на какую реакцию рассчитывал Евросоюз, вводя сегодняшние санкции? И правильно ли заметила Мария Липпан, что Кремль делает вид, что ему они безразличны? Ну, мы уже устами людей, подставших под санкции близких к Кремлю, услышали, что их эти санкции не волнуют, не трогают и так далее. Хотя, на самом деле, действительно, среди подставших под санкции замораживания банковских активов, есть немало людей, у которых, по всей видимости, никаких активов в Европе нет. Но, что касается влияния этих санкций на решение дальнейшей проблемы, на изменение позиций России, такая католическая позиция у Европейского Союза сделать всех счастливыми, несмотря на их собственные желания. И, исходя из этого, они продолжают действовать по этой логике, считая, что данные санкции подтолкнут к каким-то решениям. И это здесь все называется оказывать постоянное давление. Очень любит повторять министр иностранных дел Франции Лоран Фобиус о том, что нужно совмещать два метода – жесткость, давление и диалог. Так вот, эта жесткость давления пока в этих принятых на данный момент санкциях, она кажется многим смехотворной. Будут приняты или нет экономические санкции, в дальнейшем посмотрим. Но в любом случае, наверное, санкционный путь, он не конструктивный никак, никоим образом. Нужно искать дипломатические развязки, но похоже, что ни та, ни другая страна к этому на данный момент не готова, потому что идет пик какой-то идеологической войны на данный момент. Вопрос у Зислава Белова. Какая есть альтернатива санкциям, чтобы как-то оказать давление на Кремль? Соответственно, другой вопрос. А зачем оказывать давление? Мне кажется, что сам посыл неправильный. По всей видимости, Россия за последние годы набрала существенно больший внешнеполитический вес по сравнению с тем экономическим потенциалом, которым она объективно сегодня располагает. Такое впечатление, что США, за ними Евросоюз, пытаются противодействовать этому усилению. И, соответственно, в меньшей степени их волнует Украина, сколько вот та внешнеполитическая мощь, которая неожиданно образовалась в России за последние годы. Поэтому здесь, наверное, речь идет о том, чтобы изменить положение в России в этой системе координат и не принудить ее даже к каким-то конкретным действиям, сколько ее ослабить. А, во-вторых, создается впечатление, повторю впечатление, я не сторонник теории заговора, что США одной из своих целей, возможно, побочных, возможно, главных, ставит через это давление, в том числе через политику мягкой силы, сместить своего поста Владимира Путина и добиться определенных внутриполитических изменений в России. Где Украина является только одной из карт, которая разыгрывается в этом геополитическом пространстве. Если предположить, что будут санкции других уровней, 3-го, 4-го, 5-го, то это будет вызывать соответствующее недовольство не только ближнего окружения Владимира Путина, но и его электората, простых граждан, которые, по идее, если смотреть по этой модели, должны высказывать политическое недовольство через голосование или через какие-либо другие меры. Поэтому, когда мы говорим про давление, мы все-таки должны задаться вопросом, что является целью и что хотят достичь те страны, соответственно, США и Евросоюз, когда оказывают давление на Россию. Очень коротко, мы живем в зависимом мире. Буквально несколько лет назад ЕС обвинял Россию в том, что она располагает достаточно мощным оружием, газом, углодородным сырьем, которое способно оказать давление на Западную Европу. Сегодня мы видим, что, оказывается, это было по Фрейду желание использовать обоюдоострое оружие. Нам сегодня фактически угрожают этой взаимозависимостью. И через эту взаимозависимость могут действительно добиться существенных экономических потерь для бюджета России, для конкурентоспособности национальной экономики, конкретных экономических субъектов. И фактически ослабление России как экономического и геополитического игрока. Но здесь уже остаются вопросы, зачем это делать, какие цели преследуют наши партнеры. Подчеркиваю, по-прежнему партнеры. Не случайно Владимир Путин в пресс-конференции неоднократно называл Украину, Евросоюз и США все-таки партнерами, а конкурентами мы, наверное, являемся с точки зрения хозяйственно-политических пространств и конкуренции в большей степени экономической, неже геополитической. Так бы хотелось. Мария Липман считает свидетельством о эффективности санкции заявления российского МИДа о готовности признать результаты президентских выборов на Украине. Конечно, до сих пор, и это тоже очень важное изменение, я бы сказала, даже уже тут не тона, а это какое-то новое заявление. И до сих пор речь шла о том, что Россия категорически не признает легитимность нынешних властей временных в Киеве, и явно дает понять, что и результаты выборов тоже не признает. Даже если, может быть, буквально в явном виде так не говорилось, но масса была сделана заявлений относительно того, какие там кандидаты, и что сначала необходимо провести какую-то там реформу, глубокую, широкую политическую реформу Украины и федерализацию, а потом можно думать о выборах президента. Действительно, есть некоторое смягчение тона. Может быть, это направлено тоже на то, чтобы дать аргумент в руки тем, кто хотел бы все-таки какой-то, ну, хотя бы относительно нормализации отношений с Россией. Но вот Россия же, как какие-то делает жесты доброй воли, по крайней мере, на словах, значит, так сказать, это резон. Если в целом заинтересованность есть в сохранении отношений, и нужно этим пользоваться, ну, давайте мы сделаем тогда шаг навстречу. Это, ну, в принципе, такая политика, ну, лучше, чем политика дальнейшей конфронтации, чем в ответ на ужесточение политики Запада и там введение новых санкций, продолжать дестабилизировать, и, может быть, свои дестабилизирующие усилия вынести за пределы, там, Донецка и Луганск. Вопрос Владимиру Согольевну. Как, по-вашему, могут ли стороны, вопреки санкциям, сесть за стол переговоров и начать подписывать соглашение, условно, Женева-2? Ну, я считаю, что, конечно, это единственный путь. И здесь, в Соединенном Штатах Америки, ну, и России, соответственно, вот сейчас было сказано, я с этим согласен, что Россия демонстрирует, ну, позитивные какие-то подвижки. В Соединенном Штатах Америки тоже нужно взглянуть на события последних месяцев и посмотреть тенденцию. Может быть, эта тенденция подскажет им, ну, как-то несколько поменять свой курс. Вот смотрите, ведь даже эти вот две области, допустим, Донецкая и Луганская, так, они еще, допустим, пару месяцев назад, они просто говорили о том, что вот мы хотим федерализации, мы хотим укрепления самостоятельности, так. А вот это вот давление, вот эти санкции, эта непримиримость, скажем, в Соединенных Штатах Америки, она привела к тому, что сейчас уже они себя готовы провозглашить независимыми республиками. Потом я смотрю, каких представителей вот выступают в российских средствах массовой информации, они уже настойчиво просят от России, требуют, да придите и спасите нас в конце. Вы не видите, что ваших братьев русских там пытаются скальпировать эти западенцы, так. То есть позиция вот такая жесткая, как мне кажется, в Вашингтоне, она ведет к тому, что радикализируется, наоборот, настроение среди русской части Украины. Поэтому мне кажется, что нужно использовать, вот неоднократно же говорила Россия, что она признает целостность нынешней Украины, так. Дальше потом была выступка такая, что сначала тоже Лавров говорил, что да, федерализация, а теперь он говорит, что нет, не обязательно федерализация, что может быть и не быть этого слова, но пусть какая-то им будет позволена децентрализация. То есть мы видим, что у обеих стран есть вот эта общая платформа, что вот нынешняя Украина, она будет таким целостным государством. На этой платформе, так, нужно вести вот все переговоры, компромиссы, компромиссы и компромиссы. Вот когда американская конституция принималась, так, то главным ее итогом была вот эта фраза, компромиссы, компромиссы и компромиссы. Поэтому она была ратифицирована и более 200 лет существует. Так что вот эта общая платформа, целостность вот нынешнего украинского государства, она присутствует. И на этой основе нужно, безусловно, договариваться. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут пойти на смещение своей позиции. Вы знаете, вот так, если уже цинично говорить так, то все равно Украина останется под влиянием Соединенных Штатов Америки. Она избрала, уже начиная с этого, Кучмы. Вы помните, в 2003 году, когда Соединенные Штаты Америки в Торбисферах, их не поддержали главные партнеры, Германия и Франция. И тогда Буш-младший объявил о коалиции добровольцев. Кто в нее вступил? Украина во главе с президентом, бывшим красным директором Кучмы. То есть Украина, в общем-то, она уже избрала Соединенные Штаты Америки в качестве империи по приглашению. И Соединенные Штаты Америки ими останутся. Но поэтому можно пойти на какие-то уступки и договариваться. Владислав Белова, вопрос. Возможно ли по вашему компромисс, несмотря на введенные санкции? Он необходим, поэтому возможен. Потому что другого пути нет. Я говорил про Паттовую ситуацию. И выход возможен только через компромисс, через взаимные уступки. То, что в шахматной игре, наверное, называется временными пожертвованиями фигур. И, наверное, такие взаимные уступки необходимы. Подчеркну, взаимные, а не односторонние стороны России. Вопрос Виктору Анучко. Какие шаги по достижению этого компромисса вы бы считали первоочередными? Мне кажется, что брюссельские власти должны попытаться понять и найти правильный разговор с той частью населения Украины, которую они называют пророссийскими силами. Дело в том, что сейчас создается впечатление, что игра идет в одни ворот. И при всех перегибах, которые мы наблюдаем на Востоке Украины, такое впечатление, что этих людей здесь слышать не хотят. Их не существует для Европейского Союза. И эту позицию надо изменить в этом компромиссе. Я согласен с коллегами, что компромисс – это главный ключ к открытию этой двери. Спасибо большое вам всем за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что санкции, оставляющие надежду на диалог, мы сегодня обсудили с политологами Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы и Российской Академии Наук, Владимиром Согрином, руководителем Центра североамериканской исследований Института всеобщей истории Российской Академии Наук, и брюссельским журналистом Виктором Анучко. Все они были в нашем прямом эфире. На ланях «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работы Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Полупаева.